вопрос от меня как от обывателя но на самом деле даже у многих наверно садах есть разные деревья и сосны и они точно задаются этим вопросом судя по количеству комментариев к твоим видео и вопросах в чатах и курсов и общего нашего канала который ты ведешь зачем вообще обрезать и формировать сосны вот растет она и растет природная вся такая красивая зачем это делать можно не обрезать но тогда сосна неизбежно вырастет огромный она вытеснит окружающих обиталь обитальцев сада кто с ней рядом растет она растет быстро в общем-то она всех обгонит она станет огромный с нее так или иначе будет очень это будет огромная крона с нее будет много чего сыпаться и не только осенью она наконец будет опасна для вас потому что так или иначе она даже если ее не опрокинет ветер она будет постепенно сбрасывать какие-то ветки которые будут на высоте там 10 15 20 метров над вами и они будут падать в те моменты когда которые вы предсказать не сможете это это реально опасность это большая опасность полноразмерное дерево поэтому нужно конечно избегать чтобы у вас в небольшом относительно саду были вот такие огромные деревья кроме того ну если у вас в саду есть такое огромное дерево то скорее всего вам надо тогда чтобы другие элементы сада стали огромными потому что иначе если один элемент он действительно полноразмерный 30 метровый а остальные все какие-то маленькие деревца то это смотрится странно несоразмерно потому что в любом саду в любом ландшафте очень важно как раз вот эта соразмерность общая композиция и да сосна конечно чаще всего должна быть главной даже в маленьком размере вот в данном каком-то элементе сада она должна быть главной тогда она смотрится лучше потому что это ее природная роль она в общем дерево такого первого порядка огромное дерево вот но она так или иначе должна считаться со всем остальным это еще одна причина почему хочется их все-таки сдерживать чтобы можно было отстроить действительно красивый гармоничный сад ты сказал про сдерживание что если дерево огромное она может и упасть и мешать и не вписываться в композицию сада вот а с точки зрения сосна как материал для не ваке для того чтобы из него что-то сделать расскажи про это то есть помимо сдерживания помимо там удобства сада чтобы там легко проходить там и так далее безопасности вот эту эстетику зачем обрезать ну нужно ли это дерево и как это ну наверное если руководство тем что заложила природа дереву это как таковому не нужно но когда мы делаем не ваки мы же повторяем миниатюре но повторяем какую-то идеальную структуру дерево она красиво она красиво потому что все элементы дерева получают солнце и соответственно могут процветать то есть эти вот взаимосвязь функциональности и красоты она здесь как бы искусственно вводится руками человека но в данном случае это не гений человека а это просто мы повторяем за природой потому что всевышний это сделал и предусмотрел намного лучше нас и мы просто пытаемся это повторить в небольшом размере и если это у нас получается то сосна и выглядит красиво и чувствует себя отлично она всегда здорова